В России выросли пособия по материнству. Какие суммы будут получать семьи с маленькими детьми, рассказали эксперты Фонда социального страхования. Что нужно знать величанам, чтобы не перестать получать пособия и какой их размер составит с февраля, расскажем в сюжете далее. С 1 февраля этого года проиндексированы ряд пособий по материнству. Повышение коснулось как выплат в твердой сумме, которую получают в одинаковом размере все родители новорожденных, так и минимальных размеров некоторых пособий. Сумма вырастет на 3%. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 18 тысяч 4 рубля. Зараннюю постановку на учет 675 рублей. И минимальные размеры пособий по уходу за ребенком до полутора лет на первого ребенка 3375 рублей, на второго ребенка 6751 рубль. Ежемесячные пособия по уходу за ребенком и пособия по беременности и родам, которые исчисляются женщинам из расчета их заработка, не индексируются. Стоит отметить, что с нового года Тверская область перешла на прямые выплаты, то есть оплата больничных листов и выплата пособий по материнству и детству теперь осуществляется не по месту работы, а напрямую региональным отделением Фонда социального страхования России. Для работника изменилось очень мало. Все документы, необходимые для назначения пособия, работник по-прежнему приносит своему работодателю. Но из нового пишется специальное заявление в адрес Фонда социального страхования о том, что работник будет получать эти пособия у нас. И заявление достаточно большое, объемное. И в этом заявлении он указывает свете, необходимые для того, чтобы мы перечислили уже напрямую работнику пособия. Что касается индексации, также в пользу увеличения скорректированы выплаты пособий компенсации ветеранам, пострадавшим после Чернобыльской катастрофы от нечастных случаев на производстве и другие. Важно, что индексация пособий осуществляется специалистами отдела без личного обращения граждан.